Они уже стали частью имиджа, они пользуются популярностью мужчин и женщин, хотя изначально это был атрибут восточных просветленных мудрецов, которые не очень-то обращали внимание на качество своих волос на голове. Я говорю о дредах. Последнее время их все чаще можно встретить и на ереванских улицах, и это еще одно следствие массового приезда мигрантов в Армению после 24 февраля. У дредмастера Сони свободного времени практически не бывает. Если она не занимается клиентом, то делает заготовки. Это для тех, у кого не хватает своей длины волос. Все очень часто меня задают вопрос, добавляю ли я какой-то там гель, либо воск, как раньше, 10 лет назад плили дреды и добавляли туда воск, чтобы это все скреплялось. Но использую я только волос ваш, либо еще чей-то, и крючок, больше ничего. Технология плетения с виду простая. Закрепить волосы, сделать начес сначала рукой, потом расческой, затем взять в руки крючок и начать плести. Соня говорит, что это чем-то напоминает вязание. Толщина крючка 4 десятых миллиметра. Исколотые пальцы – это профессиональная болезнь дредмастеров. Некоторые делают защиту из изоленты, но Соня говорит, что ей нужно чувствовать волос. Здесь вот есть волосинки и вот такие вот продольные. Моя задача – эти продольные пропустить через серединку, и эти петельки все вот так вот крючочком забрать. То есть я работаю между пальчиками. Вот если вы видите пушистость, моя задача сейчас ее убрать. Вот эту петельку, оп, я вот так прячу. И у нас получается вот такой вот дред. С шикарным концом. А вон уже готовые, кстати, лежат на полке. 40 штук. Соня-украинка родилась и выросла в Луганской области. Вот это – Северодонецк. Скриншот с гугл-карт сделан до начала боев за город. Красным обведен Сонин дом. А этот скриншот сделан после того, как Северодонецк захватили российские войска. Не осталось ни дома, ни улицы. Злости, ненависти к русским. Хоть на самом деле в Украине и сейчас есть такая жесткая пропаганда, что нет хорошего русского. Но я так не считаю. Наверное, я буду очень резко реагировать, если человек будет возле меня поддерживать Россию, говорить, типа, мы скоро вас освободим, или там Бандеры, ну вот что-то такое фантастическое. Рассказывать мне, возможно, я буду бить по лицу и говорить, а соседи мои тебе что сделали? Ну, то есть, а ты там вообще, ну, ты хотя бы раз приезжал туда, чтобы говорить, что это ваша территория? Ты хотя бы раз видел, как притесняют русских? Я русскоговорящая, по сути, украинка, и мне ни разу не сделал никто замечания. Я ни разу не видела, чтобы русских там притесняли. В Киеве я жила с соседкой, она была абсолютно украиноговорящей, а я русскоговорящей. Мы говорили на двух языках, и это было настолько нормально. Последние два года Соня с мужем жила в Москве. Оттуда же в спешке уехала в начале марта. Проходить таможенный контроль пришлось с украинским паспортом. Очень страшно. Нас выпускали из аэропорта, ну, садили в самолет в Ереван. Нас допрашивали, отводили в комнаты по очереди, забрали, забирали телефоны, паспорта, спрашивали, типа, как, с кем ты общаешься из Украины, где ты, там, общаешься, о какой, о чем вы говорите, с кем ты живешь, ага, с мамой, там, номер мамы, адрес мамы, вы возвращаетесь или нет, что вы едете. Ну, то есть, спрашивали какие-то вещи. Я просто очень боюсь русских ментов абсолютно, потому что они могут сделать все, что они хотят. Они там разблокировали мой телефон, ушли куда-то. Мужа тоже там забрали, причем, ну, мы не вместе были, у нас по отдельности. Потом он слышал, что они говорили, ну, что с Украиной будем делать. Ну, это именно вот 13 марта, это вот то время, когда всех очень жестко досматривали там. Дредами Соня начала заниматься в 2020-м. Работы тогда не было, а тут еще пандемия коронавируса. По совету подружки, у которой были дреды, пошла учиться. Я сразу же пошла на обучение к самой старой дред-мастерице в Москве, Эфиопии. Вот, и прошла у нее обучение, практику, и научилась этому. И стала работать в дред-студии в Москве. И работала там два года. Мне это безумно нравилось. Я могла сутками плести, у меня могли опухать пальцы. Я колола пальцы, ну, как и все дред-мастера. Но я настолько фанатела от своего дела, что мне вообще было ни по чем. Для меня настолько это вошло в жизнь, что я не считаю это работой. То есть я живу, ко мне приходят люди, рассказывают про свою жизнь, а во время этого я там что-то им навожу порядок. Благодаря дредам Соня познакомилась со своим мужем Эльдаром. Он айтишник. Первые свои дреды заплел пару лет назад, а Соня ему их корректировала. Уже здесь, в Армении, они поженились. Я очень не любил ходить в парикмахерские, потому что это занимало полтора часа моего времени и абсолютно бессмысленно. И я постоянно отращивал длинные волосы, и в один момент они стали у меня чуть ниже плеча. Моя подруга сходила, сделала себе дреды. И так я познакомился с первым моим дред-мастером. Это наша общая с Соней знакомая. Дреды вообще собирают людей в какие-то... Ну, как бы, какие-то общие черты людей обычно собирают, интересы людей собирают в сообщества какие-то. И вот так вот я просто пришел на коррекцию и так познакомился с Соней. И так вообще с кучей людей просто знакомишься, потому что идешь, о, у тебя классные дреды, и вы можете просто начать общаться, и вот простое знакомство, потому что у вас дреды. Мы сначала не в Ереване жили, а в Ичмедине. Это очень маленький, ну, небольшой городок, святой, считается здесь, в полчасах езды от Еревана. И на нас все прям смотрели. То есть это было вот так вот, не отводя взгляда, не моргая, просто смотрят. Это было очень необычно, это воспринималось немножко враждебно, а потом мы поняли, что мы просто очень интересные. Но потом, спустя полгода уже привыкли, с нами все здоровались, многие там подходили, трогали, спрашивали. Вот, но мы привыкли к этим взглядам. А когда переехали вот в этом сентябре в Ереван, я уже, если честно, не замечаю никаких взглядов. Ну, если у тебя дреды, ты и так привык, что на тебя немного смотрят. Это нормально. Привет. Здравствуйте. Меня Соня зовут? Евгения. Очень приятно. Можно Ева. Как говорит Соня, искать клиентов сейчас ей почти не приходится. Они находят ее сами. Хотя перед переездом были сомнения, чем зарабатывать на жизнь. Как выяснилось, мигрантам дредмастер очень нужен. Работа с дредами – это очень небыстрая история. Ну, вот, например, сейчас Соня делает коррекцию, то есть дреды уже есть, но волосы растут, и появляется вот этот свободный, незаплетенный волос. Его нужно заплести в дреды, и уйти на это может до 6 часов плюс-минус. Опять же, все зависит от сложности. Ну, а если, например, вы только решили себе заплести дреды, то готовьтесь, что это будет долго. Начинается все от двух дней и больше. Прежде чем сделать коррекцию, волосы надо навалять. Навалять при взгляде со стороны это напоминает массаж. Наваливание, помимо того, что это очень эффективное формирование дреда, можно так сказать, это еще очень полезно, потому что его нужно делать один раз в неделю, чтобы у нас был равномерный дред, ну, то есть без каких-то перепадов. Также это вот массаж кожи головы. Я обожаю его делать утром, потому что это помогает проснуться. Плюс мы своими же волосами производим такую механическую чистку кожи головы. То есть если вдруг у нас есть там какие-то уже шелушки, отмертвшая кожа, потому что, как и все тело, у нас голова тоже регенерирует. Вот. И таким образом мы механически очищаем своими же волосами кожу головы, также вот еще излишка себума кожного жира. А потом его смываем при мытье головы. Кстати, как говорят любители дредов, вопрос о мытье головы они слышат в своей жизни чаще всего. Самый любимый вопрос, это топ вопросов, а как ты можешь голову? Обычно я с руками и водой. О, обожаю. А я с шампунем и водой. Все то же самое, только чуть подольше. Ну, а так все то же самое. Неудобно с рядами. Это вот реально. Прям очень, очень. Ты забываешь про фен, про плойки, про, не знаю, подкраску корней. Ну, как бы это убирает и освобождает кучу времени. Этим можно всем заниматься, если есть желание. Ну, вот по желанию, пожалуйста, там пошел, покрасился, там, не знаю, удлинение поменял. Ну, в общем, только по желанию. Это не становится обязательным, так скажем. Армян среди клиентов Сони пока немного, но она считает, что эта мода вместе с мигрантами постепенно проникает и сюда. Армян было очень мало, буквально там один в месяц, если был там весной. А потом они чуть-чуть стали почаще приходить. Вначале ко мне стали приходить иранцы, потому что у них просто невероятные волосы, ну, невероятные гривы, и если они там захотят, у них просто невероятные дреды дреды, получается, ко мне приходил один диджей, у него на андеркате, на вот этой части 13 дред просто размером с мою руку. Ух, ух, она намучилась, я с ним, конечно, там мне крючка не хватило, чтобы вот так вот пронизать этот дред, ну, в общем. А потом, видимо, армяне увидели россиян, которые здесь ходят с дредами, им стало интересно, и кто-то приходит там сделать один дред, кто-то приходит, мальчики там делают себе андеркатик с удлинением, то есть у них такие хвосты получаются, они похожи на викингов, ну, немного такие вот у них стили. Да, и армяне стали приходить все чаще, интересоваться и вообще раскрываться, потому что, насколько я поняла, Армения была достаточно консервативной все это время, и новые вот эти течения не сильно плыли сюда. Мне рассказывала там одна девчонка, что она покрасила прядь розовую, просто обычных волос, и на нее очень косо смотрели, все, но сейчас, мне кажется, даже олдскульные армяне уже привыкли к необычному виду. Мастер говорит, те, кто сомневается, подойдут им дреды или нет, могут попробовать синтетический волос. Такая прическа называется ДЕ и делается из материала кониколон. Проносили месяц, не понравилось, расплели. Кстати, и натуральные дреды сейчас никто не обрезает. Это расплетается так же долго, как и заплетается, но если, ну, есть одно исключение, если мастер, например, не использовал вредную технику заплетения, это когда обматывают, что-то там проворачивают, когда распутать уже невозможно. А у нас, по сути, вот у нас, например, вот кониколон, это вот синтетический волос, мы вот обрезаем посюда, и потом сломанным крючком, ну, просто тоненьким, маленьким, вот так вот потихонечку, потихонечку расплетаем, можно использовать еще расчесочку, но не тянуть, можно использовать масло, чтобы больше скользило, но, так как я вот показывала, что есть начес, и потом я елочкой складываю, кручу, и складываю эти петельки, точно так же их можно и расчесать. Дожидаться окончания работы, я, конечно, не стал, потому что, как говорил, процесс этот очень небыстрый. Кстати, Соня говорит о том, что сейчас у нее очень много заказов, потому что перед Новым годом все хотят подновить прическу, привести ее в порядок, сделать коррекцию. Кстати, а что вы думаете о дредах и приживутся ли они в Армении? Пишите об этом в комментариях к этому видео.